Село Заозерий включено в программу развития сельского туризма, потому что оно имеет богатую историю и там есть на что посмотреть. Хотя бы вот на эти замечательные вещи, сделанные в местном детском центре народного художественного творчества. Наш центр существует 10 лет. В этом году у нас был юбилей. Направление работы детского центра – это глина, рисунок, лоскутная техника, папье-маше, флористика, макраме. Самое главное, чтобы ребята здесь занимались, никакого отбора нет. Главное, чтобы они этого желали. Еще очень большое такое достижение. Это дело сейчас не дешевое. Наши ребята занимаются бесплатно. Все материалы мы стараемся достать или добыть, или кто-то нам жертвует, или какие-то финансовые поддержки кто-то оказывает. Это все бесплатно. Еще очень хочется похвастаться. Наверное, не у каждого коллектива есть и мастерская, и постоянный выставочный зал. У нас есть и постоянный выставочный зал, и вот эта мастерская, где ребята работают. Всего в Заозерском центре народного художественного творчества занимается около 70 человек. Кроме детей сюда приходят и взрослые – учителя, воспитатели. Просто люди, неравнодушные к творчеству. Главное – восхищение. Что тебе нравится, что тебя восхищает, ты пробуешь это делать. Если это тебе нравится, тебе обязательно получится. Я заканчивала Ярославский культпросветучилище, театральное отделение. Мне кажется, характер моей специальности, конечно, помогает в этом. А когда у вас тяга к такому творчеству появилась? Пять лет тому назад я начала работать в этом центре, а до меня работала художница из Москвы. Мы вместе с ней организовывали из-за студии сначала, это была из-за студии. И глядя на нее, как она это делала, это было, конечно, восхищение. Глядя, вот просто смотришь, как она кисточку держит, как она пальчик, как еще что-то. Как это глаз не оторвать, это, понимаете, ну просто схватываешь все благодаря этому. Ну и, наверное, учитесь, постигаете что-то новое уже вместе со своими учениками? Да, конечно. И еще нам помогают и наши односельчане. Приходя на нашу выставку, тоже восхищаются, говорят, а вот мы-то делали так-то, вот это мы делали и это-то. Приносятся и какие-то определенные вещи, там, подушки или одеяла, как бы из бабушкиного сундука, там, возрождаются. Вот еще такое направление, есть работа с населением в этом плане. Юные заозерские художники демонстрируют плоды своего творчества не только односельчанам. Они постоянные участники, а зачастую и дипломанты, выставок народного творчества, проводимых в Угличе. Ну а с развитием сельского туризма ряды их поклонников, несомненно, расширятся. Продолжение следует...